Ну что же, давайте начинать то, ради чего мы все собрались здесь. Сегодня обсуждаем ивент-тренды 2024 года. И подчеркну, что это вебинар обсуждения. То есть очень классно будет видеть какую-то вашу реакцию в чате, ваше мнение в чате. Согласны вы, не согласны. Очень будем ждать ваших сообщений. Но для начала давайте познакомимся. Это наш эксперт, наш спикер Игорь Лютенко. Управляющий партнер компании Шармол. Спикер более 40 конференций и форумов. У нас здесь очень опытный человек в этом плане. Не раз был и членом жюри на многих конференциях. Вот, например, мы с Игорем вообще познакомились на SoldAude. Ну так, очень интересно познакомились. Сама теперь я представлюсь. Меня зовут Полина. Пиар-менеджер компании AppEvent. Я работала на всероссийских молодежных проектах. Это такие проекты, как «Твой ход», «Российская студенческая весна». Являюсь спикером региональных всероссийских форумов. Из последнего регионального — это фестиваль рекламы и маркетинга «Кулёк». И из последнего всероссийского, наверное, SoldOut назову. Ну и теперь хочется рассказать. Вот я говорю AppEvent. Кто такие AppEvent? Это компания. Мы создали сервис по продаже билетов онлайн. Он удобный, интуитивно понятный. Самое приятное — это низкая комиссия. 4,9% — самая низкая комиссия по рынку. Но она еще и фиксированная. То есть неважно, сколько вы продадите билетов, 100, 10 тысяч, она все равно останется такой. А сама система вообще бесплатная. Мимо этого бесплатные плюшки у нас не заканчиваются. У нас предоставляется бесплатная схема зала, если для вашего ивента важна, нужна рассадка. Без проблем нарисуем схему зала по вашему ТЗ. И еще мы предоставляем приложение Scanner для менеджеров на входе, чтобы повысить скорость прохождения на мероприятие, не создавать очередь и предотвратить двойные прохождения. Ну и в целом, то есть продажи билетов 24 на 7 не нужно заставлять ждать вашего клиента, если вы хотите, чтобы у вас что-то купили. То есть в любой момент человек может перейти по виджету на сайте в соцсетях без контакта с вами, не ожидая вас, хоть в 12 часов ночи, хоть в 6 утра, купить у вас билет. Ну и, собственно, на экране QR-код на наш сайт. Там можете запросить презентацию, ну или попробовать систему самостоятельно, в действии, бесплатно. Мы будем рады вашей обратной связи. Можно мне потом в личные сообщения, я есть по многих чатах, можно в техническую поддержку. Вот, и сейчас еще ссылку на наш сайт продублирует Эльвира в чат, чтобы мы не задерживались на этом слайде. Ну и теперь давайте перейдем непосредственно к трендам. Мы с Игорем очень готовились, очень сильно, очень-очень, и поэтому разделили тренды на 4 категории, чтобы нам всем было комфортно, удобно. Первое — это подход к организации, да, то есть какие тренды внедряют именно сами ивентеры при своей работе, да, при реализации ивента. И чарт-тенденции для работы с сотрудниками, поиска сотрудников, возможно, каких-то корпоративных историй. И что сегодня в моде? Это такие небольшие интеграции модные, которые сейчас все чаще появляются в ивент, и на них есть спрос, да, как у ивентеров, так и у аудитории. И последнее — это общество ивент. Я думаю, достаточно интересная будет категория такая про социальные вопросы в ивенте, да, то есть как ивент коммуницирует с социальной какой-то повесткой. Ну что же, мы начинаем, собственно, подход к организации, первая категория наших трендов. И начинаем с подхода, основанного на данных. Игорь, как вы думаете вообще, откуда это взялось, что это может под собой означать в индустрии? Спасибо, Полина. Я поздороваться должен. Всех приветствую. Здравствуйте, дорогие друзья. Вижу очень много знакомых лиц среди тех, кто подключился. Спасибо, очень ценна ваша поддержка. Не знаю, смогу ли я сказать вам что-то новое, но, тем не менее, предложение Полины каким-то образом обобщить, да, систематизировать вот эти вот мысли, периодически проносящиеся в голове и выстроить определенную такую периодическую таблицу, да, трендов. Это было очень интересно. И все, что выше сказала Полина, мне, например, очень интересно, потому что ребята, создавая апп-ивент, они входят вообще-то, ну, все понимают, да, здесь люди, которые занимаются организацией мероприятий, все понимают, что ребята входят в высококонкурентную достаточно зону, потому что все мы знаем там огромного билетного агрегатора и помощника, который пришел чуть попозже и чуть поскромнее. И я лично знаю еще двух появившихся не так давно. И то, что, Полина, вы и ваши коллеги заходите сюда, отыскивая, предлагая, вернее, некие инновации и находя точки для конкурентного роста, это я просто приветствую. Я потому что сам люблю вляпаться куда-нибудь, где и без того несколько сотен игроков, посмотреть, каким же образом здесь можно выделиться и отжать свой кусочек пирога, или, как писал в самом знаменитом своем произведении Виктор Пелевин, отжать у этой жизни пару десятков долларов. В общем, здесь по поводу подхода к организации, основанного на данных, и у нас сейчас Полина как волшебница будет там дальше открывать строчки нашей презентации, они, в общем-то, очень тесно взаимосвязаны, потому что вот, наверное, вторую, Полина, вы можете уже открыть про оценку воздействия мероприятия на участника. Здесь вот эти вот два тренда, они очень сильно связаны. С одной стороны, наши друзья, которые сейчас смотрят нас, могут возразить, ну, вы тоже Америку открыли. Уже давным-давно мы собираем там обратную связь в виде МПС, в виде каких-то анкетирований. Мы всегда организуем мероприятие, так или иначе персонифицируем его, вот как, условно говоря, в рекламе принято создавать три профайла, на которых ты ориентируешь свое послание, так и мы при подготовке качественного ивента тоже создаем себе образ целевой аудитории, образ потребителя и обращаемся к нему. Но подход, основанный на данных, это просто, это макхэв, это обязанность нашего времени, когда все знают, уже такой своеобразным тревизмом стала поговорка, данные – это новая нефть. То есть те, кто владеет большим массивом данных, может их систематизировать и в зависимости от этого строить свою политику продаж или политику коммуникации, короли. Поэтому те, кто владеет таким массивом данных, все банковые организации, телеком, кто там еще собирает данные и может обрабатывать их, в общем, вот эти вот гиганты начинают ими обмениваться, продавать. И, наверное, за последние несколько лет у среднестатистического гражданина нашей страны выработался своеобразный паттерн, по которому, понимаете, он оказывается в центре Вселенной и все вокруг знают, что ему надо. Ведь буквально вот два, три, четыре, не знаю, пять, можно быть, максимум лет, когда реклама настолько обучилась, а сейчас еще и искусственный интеллект подключился, настолько действительно научилась использовать интересы человека, что мы, если не интересуемся пахотой, то и не получаем предложений купить плуг или барану. Но люди получают вот те сообщения, те месседжи, те предложения, которые соответствуют их интересам, соответствуют их поведению. То есть где-то как-то мы наследили и в соответствии с этим получаем предложения. Тем самым, вот я о чем говорю, что сейчас в современном мире, но во всяком случае в нашей стране, потому что, честно скажу, не везде технология развита настолько, и даже в так называемых развитых странах. Но у нас, слава богу, с этим все в порядке, и человек оказывается, понимаете, со всех сторон обихаживаемым, в центре внимания, на него направлено много стрел, поэтому и в нашей сфере, вот от всего, что мы организуем, наш потребитель уже ждет того, что как бы мы априори знаем его интересы. А в следующих мероприятиях зачастую не хочет делиться этим. И не то, чтобы сказать из узлому умыслу, он не хочет делиться этим. Но иногда возникает такая цепочка, когда, ну, если мы возьмем корпоративное мероприятие, да, и по организации его, так проходит воля через вертикаль от замысла, ну, кто-то же придумал его наверху, до конкретного исполнителя, она, эта вертикаль обрастает некими наростами необязательности, и, ну, вот такого вот чуть-чуть наплевательского отношения к делу, поэтому очень часто из заказчика просто клещами не вытянешь ничего, кроме примерного, опять же, на глазу представления о процентном соотношении гендерном, возрастном и так далее. А изобретая целый мир, и мы про мир события, будем с вами говорить дальше, изобретая вот этот мир, очень сильно, просто обязательно, просто необходимо понимать, для кого, кто будет жить в этом мире. И здесь вот встают вопросы, как собрать качественную обратную связь самим, получить от заказчика. Вот, я думаю, комплекс, подход основанный на данных. Я понимаю, что не у всех даже крупных агентств, даже очень крупных ветагентств, есть возможность подключиться к тем самым данным, о котором я вел речь, данным, которыми располагает телеком, банкинг, потому что достаточно дорогая история. Но, кстати, обратите внимание, появились уже такие вот посредники, агрегаторы данных, которые закупают все, все, что есть на рынке, и потом готовят вам предложения в соответствии с вашим запросом, регионом, местом, в общем, с тем, что вас интересует. У меня есть несколько презентаций от таких компаний, очень интересно было с ними поработать, чтобы как раз вот, ну, там речь шла о городском фестивале. Городской фестиваль, там все понятно, вот город, вот население, жители, и там совершенно четко можно узнать интересы, актуальную повестку и так далее. Что касается корпоративного мероприятия, здесь, конечно, только пытать заказчика, ну, а на выходе и самому. Слушайте, я очень часто сталкивался с тем, что, ну, даже говоришь заказчику, клиенту про анкетирование по результатам проведенного мероприятия, и надоуменно пожимает плечами, типа, а зачем это нам? Блин, ну, как это? Вообще в идеале измерить ожидания на входе и обратную связь на выходе, оцифровать это по какой-то шкале, сопоставить, чтобы оценить и свою работу, и то, насколько качественно выполнили пожелания заказчика, и, ну, там точно так же измерить работу подрядчиков. Это просто необходимо. Я вот даже фантазировал на эту тему, что самому без воли заказчика собирать какую-то обратную связь на мероприятие, ну, например, на выходе, я не знаю, на само мероприятие запустить вот этих вот незапланированных фотографов, чтобы они оценили как можно больше физиономии людей и с эмоциями, и на выходе предлагать забрать свои фотографии, только обычно в партных размещений применяют такие штуки, но там надо заплатить 200 рублей за фотографию, а здесь плата за фотографию в короткий отзыв о проведенном мероприятии. Ну, буквально составьте три-четыре вопроса. Так что очень часто вот эти данные нам приходится собирать самим, ну, и вот здесь оценка воздействия мероприятия на участника. Видите, Полин, у нас очень плотно переплелись эти два вопроса. Тема не новая, ивент, рынок об этом говорит уже, наверное, больше десяти лет, что как ты поймешь эффективность мероприятия без обратной связи, но мы просто с вами обратили внимание на вот этот подход делать мероприятие не на конвейере, не вслепую, обязательно ориентируясь на данных, на большом объеме, и обязательно собирать обратную связь. Мы с вами акцентировали на этом, потому что это то, чего я начал, сейчас человек в центре всего, и как бы наше мероприятие должно вновь обволакивать его со всех сторон. Вот так. Да, однозначно я с вами полностью согласна, что тема, возможно, не новая, но вот в плане ее трендовости я думаю, что сейчас это особенно остро и актуально благодаря каким-то интернет-возможностям, благодаря тому, что мы можем запускать таргет, догонять аудиторию. То есть сейчас изучение аудитории, задавать метрики, это необходимо, иначе вы просто проиграете в какой-то конкурентной борьбе и проиграете тем, кто умеет лучше общаться с аудиторией, выстраивать с ней какой-то контакт. Супер. Давайте двигаться дальше. Оптимизация... Да, оптимизация сметы здесь как бы ишь выпала из логики предыдущих расхождений, но это мы набрасывали вообще тренды, и вот здесь вот выползла эта оптимизация сметы, ну, не знаю. Те, у кого не болит душа за последние годы от того, что вы получаете техническое задание, бриф или примерный расчет на 30 миллионов, из них в лучшем случае остается 15, от 3 миллионов остается 500 тысяч и так далее, и тому подобное. Но если кто не испытывал такой душевной боли, помашите в комментариях, у кого все хорошо, и кто не страдает от оптимизации сметы. сметы, и дело не в том, что ты вроде как настроился на один заработок, а тебе предлагают довольствоваться малым, но это же совершенно разные миры и совершенно разные концепции, которые можно создать на 30 миллионов, а потом стоит задача уже все это и поместить в 15, в 10, неважно. Но это просто, это повальнейший тренд. Я честно, я не могу вспомнить вот за последние три года не могу вспомнить ни одного проекта, где не корректировалась бы смета в сторону уменьшения. Просто вот и честно положу руку носиться, не могу. Здесь есть еще одна такая на самом деле может быть и тревожная вещь, это то, что клиенты в последнее время предпочитают напрямую оплачивать крупные блоки сметы. Отели, в Майсе там перелеты эйтеринга. То есть по сути за ивент агентством остается роль некого хостера сопроводителя. Все понимаем, что изначально все это начинается с того, что вы продали свою концепцию креативную. Но если честно, не всегда иногда клиент покупает то, что у вас уже стоит на полке завернуто. Касается очень часто проведения каких-то корпоративных командных событий. Я не хочу употреблять слово team building, чтобы не вносить сумятицу в наше общение. Ну, скажем так, то, что клиент называет team building, очень часто не является. Но часто это какое-то решение, которое стоит на полке. Вот он его покупает, мы проводим, и есть и такие, но чаще всего классический дежурин подразумевает то, что в первую очередь это битва концепций. Клиент выбирает, если это тендер, вот из предложенных ему креативных идей, какая наиболее ярко отражает его запрос, его современное нынешнее состояние, и какая из креативных концепций наиболее толково проработана. Вот из всего этого выборов отлично, он потом идет потихонечку или сразу говорит агентству, окей, это все хорошо, но просто вот из этой сметы смотрите, мы на себя берем полностью блок отеля, мы сами оплачиваем напрямую, а еще мы полностью, ну поскольку кейтеринг предоставляет отель, мы заодно забираем блок кейтеринга, то есть прибыль ивент-агентства, которое в классическом варианте все-таки является некой агентской комиссией сверху, она начинает стремиться к нулю, и здесь организатор события должен изворачиваться и придумывать новые ходы или отвечать себе на вопрос зачем я собственно этим занимаюсь. почему я сказал, что это тенденция тревожная? Что-то мне показалось, Полина, пока я готовился к нашему с вами эфиру, что вот это вот слой, словно говоря, среднего ивента агентства, он вообще скоро отомрет, останутся топ-10, которые действительно умеют продавать концепции и берут за это много креативных и останутся прикладные агентства, которые реализуют ну вот именно прямые пожелания клиента там уже без всякого креатива, но это просто как механические галочки ставить таблички Excel, точно так же выполнять поручения клиента. И вот мне подумалось, что наверное такие среднестатистические ивент агентства ну не знаю куда-то скоро уйдут с карты, то скоро клиент за нас все будет делать. Получается какой-то печальный тренд. Да, сметы оптимизируют, но такой тревожный, тревожный, хотя Полин, из каждого тревожного тренда можно сделать выводы для себя, но я-то для себя уже 20 лет назад сделал вывод, наверное больше, что как бы для того, чтобы чувствовать себя уверенно, мне нужна некая материально-техническая база, то есть производитель не только, как учил маршизм-ленинизм, производственные отношения, где производитель кусок чего-то, поэтому всегда будут востребованы те, кто чем-то обладает и чем-то это не только склад у вас, на базе которого вы проводите мастер-классы, или у вас кухня, на которой вы проводите гастрономические мастер-классы, или у вас площадка, на которой вы организуете бизнес-завтоки, вот таким материальным ресурсом может быть в том числе очень сильная экспертиза в каком-нибудь вопросе, вы можете не обладать складом, материалами и так далее, как у меня 2000 метров склада, более 1000 позиций всяких интерактивных штук, вы просто можете обладать очень сильной экспертизой в каком-то вопросе, и я лично знаю человека, который очень хорошо понимает в деле строительства, продажи, шатров, всех вот этих элементов, которые позволяют нам выстраивать пространство, не имеют склада, ничего, очень хорошо себя чувствуют именно за счет знания рынка и понимания того, что зачастую надо клиенту, и он такой своеобразный ретранслятор между теми, кто обладает материальным ресурсом, но часто это замкнутые люди, которые говорят на своем каком-то специальном языке, в этот ретранслятор весело переводят все клиентам и зарабатывать на этом хорошие деньги. Прислушаемся к оптимизации сметы и пойдем дальше с вами. Да, давайте двигаться дальше. Друзья, если что, вижу активность в чате, у нас будет отдельный блок ответов, обязательно на все вопросы ответим. Следующий тренд это... Пишут замечательные вещи, вообще, изумительные вещи. Это вот правильно, какой бюджет вашего мероприятия и РСБ, с этого вообще нельзя начать. Концепция естественна, но вот тут мы вступаем, мы тут наступаем в то место, которое я бы назвал приличным словом казус, когда для реализации одной концепции могут потребоваться совершенно другие денежные средства, чем имел ввиду заказчик. У меня есть ответ на этот вопрос, я всегда поступаю, у меня есть, ну, наверное, как и большинство из вас, три концепции. Или одна концепция, но три варианта ее реализации. Подешевле, подороже и посерединке. Поехали дальше. У нас ивент 36512, и здесь как раз вы, Полина, прислали мне интересную ссылку, очень интересную. Да, я когда готовилась тоже к вебинару, старалась обращать внимание не только на ивенты, которые пропагандируются условно, именно в нашей одичневной индустрии, но и смотрела заграничные, так сказать, вариации, тенденции, и вот одна из них, это как раз таки ивент на 365, на 12, то есть что здесь имеется в виду, это создание полноценных ивент сообществ, которые действуют буквально каждый день, ежедневно. Я думаю, что это напрямую связано с еще одним трендом, о которых мы сегодня поговорим, это нетворкинг, что сейчас особенно остро мы ощущаем проблему, нужду в нетворкинге, и вот как раз таки ивент сообщества, с которыми можно поддерживать контакт, получать какую-то полезную информацию, они по этой причине особенно популярны сейчас. Вот такой вот трендик. Это очень интересно, потому что такие 365, 12, они часто генерируют из себя так называемые поп-ап ивенты, когда вроде ничего не продвещало, хоба, быстренько вывеску, за три дня собрали народ, провели какой-то ивент, посвященный чему-то с каким-то смыслом, и потом остальные смысловые овертоны нагнали в постпродакшн, в обсуждениях, в соцсетях и так далее, и тому подобное. Поп-ап ивент, термин может быть и распространенный, но я его подрезал у Павла Медостоева в его лекции для ивента MBA. Кстати, Паша тоже рассказывал про тренды в ивенте, что я сегодня буду вещать, оно как следствие некого пропускания через себя этих трендов и добавления от себя. Переходим, Полин, дальше? Да, я думаю, что этот блог, вот именно личный опыт, экспириенс как основа события, и получается следующий из него вытекающий тренд, тоже откроем сразу, интерактивность, вовлечение, иммерсивность, очень тесно связанные истории, поэтому давайте рассматривать сразу оба тренда вместе. Ну, мое мнение, мы уже говорили с вами о человеке в центре события, в центре информационных книг, в центре всего, ну и, собственно говоря, вот этот вот человек, находящийся в центре всего, у него и у группы людей запрос на мероприятие как на создание нового мира. То есть мы уже не хотим, условно говоря, входить в одну и ту же реку дважды. Сейчас часто общение ивент-агентства и заказчика начинается с вот этого вот ставшего прицель в языцах требования покажите нам что-то новое. Каждый хочет что-то новое. Почему? Потому что у них внутри компании однозначно запрос на создание некой иной внутренней или параллельной реальности. Прийти в новый мир. как сейчас у меня сравнение из разряда сегодняшних по выставке России. Как приходишь в выставку России в павильон Росатома или ВК или Яндекса в общем эти вот павильоны, которые говорят о новых приходишь просто в новый мир. Ты даже заходишь в этот туннель с которого начинается выставка России хома ты погружаешься в какую-то параллельную реальность. ну вот выставка России тоже задает тренды мы об этом уже на полях общения с Полиной перекинулись парой слов. В том числе тренд на то, чтобы дойти в какую-то коробочку и открыть рот от изумления вроде внешне но параллелепипед поставленный на землю а внутрь заходишь и там сотни миров. Вот мероприятие сейчас это целый мир и люди идут за новыми ощущениями которые мы витиевато назвали экспириенс или личный опыт и то, что под шестым номером это интерактивность вовлечения иммерсивность они же и создают и формируют тот самый экспириен потому что уже нужна не просто CJ карта джорный мэп а прям персонифицированная навигация навигация за руку буквально это не значит что всю тысячу гостей и тысяча волонтеров должны взять за руку и отвезти мы-то с вами хорошо понимаем что это гимнификация квестовизация весь мир мероприятия в приложении или просто в смартфоне открывающихся сначала пушем потом ты переходишь по нему попадаешь в нарисованный мир с использованием браузера не обязательно приложение сейчас миллионы решений и вот эта ставка на пользовательский контент так называемый UGC user generated контент которым уже давно живут бритейл маркетплейсы уже и мероприятия создается из облака вот этих вот кастомизированных реакций банальный пример многие наверное сталкивались когда распечатывается много-много-много фотографий людей на стенде где угодно и потом из этих фотографий каждой фотографии присвоен определенный номер и собираем огромное-огромное панно и с логотипом мероприятия логотипом компании с каким-то посланием неважно это вот как из маленьких UGC с генералами нуждается какое-то новое полотно новой реальностью в общем судя по всему про иммерсивность мы там дальше еще поговорим такой вопрос на самом деле мы сейчас приоткроем канал бездну да наверное но хорошо геймификация кристаллизация все должно быть в смартфоне это просто тоже непреложные требования тренды я постоянно когда что-то планирую на мероприятии я постоянно думаю как я об этом сообщу как я здесь его догоню его гости который пришел на события что чем я его буду удивлять поражать направлять каждые 5 метров его физического пути по мероприятию в принципе те же самые технологии действуют в онлайне там не каждые 5 метров каждые 5 секунд вы должны думать о том чем вы в данный момент времени отвлекаете человека от экрана смартфона если онлайн так что вот такая такая вот история ну скажите что-нибудь тоже доброе напутственное или открываем с вами следующий формат который уже ближе вам как раз я думаю что могу дополнить буквально там несколькими предложениями просто вот вспомнился да пока вы Игорь говорили ну такой классный я думаю яркий кейс это вот нейрошоу которое устраивалось в рамках солдаута это вот как раз таки про какой-то стопроцентный интерактив да то есть когда тебя просто хватают там еще на входе выдают себе там эти наушники у тебя очень много там визуальных каких-то штук что ты можешь подцепляться взглядом то есть ты уже погружен ты уже там и вот там потом ты садишься коробка ты там надеваешь на голову коробку в общем это было что-то с чем-то нейрошоу очень вовлекающе на мой взгляд очень интерактивно прямо такие классные кейсы спасибо что вспомнили действительно хороший кейс потому что там полярно разделились просто мнения да не знаю почему интроверты экстраверты или профессионалисты инноваторы я не знаю где проходила граница но на следующее утро я прям от выскакивающих из орбит глаз до настолько скептического ну видел и слышал это прям такая вот когда такие полярные мнения это прям класс это вот такими должны быть события такими должны быть ивенты и Дарья Бигбаева которая была автором это шоу она конечно большой мастер подобных подобных придумок где-то на на уровне на грани эпатажа тщательно люблю эту девушку и совершенно беспрекословно на себе вез вот эти 250 масок которыми закрывали глаза что их срочно надо вот из Москвы в Питер доставить как раз тут я собирался в этом небольшой чемоданчик привез как ивент меняет наши планы и наши жизни тоже рукой положили получается к мероприятию горжусь я сразу стал гордиться потому что я понимал что если это делать Дарья это будет что-то из ряда вам выходящее в хорошем смысле для кого-то но начал гордиться сразу же незамедлительно так хорошо Игорь слушайте тут открыла чат и очень достаточно интересное сообщение от Олега Коллеги когда мы говорим слово ивент то каждый представляет что-то свое давайте обозначать о каких типах ивента и для кого собственно идет речь я думаю такой хороший поинт можем немножко конкретизировать какие-то наши комментарии по трендам возможно конкретизируя тип мероприятия которому это больше подойдет давайте пытаться реально давайте сейчас Олег которого я тоже тщательно обнимаю люблю приветствую Олега сейчас в эфире тоже но если посмотреть на все что мы на первый слайд выложили путем манипуляции Полины со стрелочкой выводя очередные вот эти вот пункты на слайд если посмотреть применить да вот они и на то что сейчас происходит в эфире тоже годятся и по ним можно ставить плюсики или минусы нашему сегодняшнему эфиру если мы сейчас уйдем в обсуждение ивента на линии ивента мероприятия события нам не хватит запланированных полутора часов да однозначно естественно вот смотри Олег я последнее время замечал что когда мы говорим ивент вот каждый представляет свое я прежде всего естественно мы знакомы я прежде всего говорю о городских и корпоративных событиях с определенным бюджетом то есть это не фестивальная история когда ты проводишь фестиваль и на этом зарабатываешь деньги это бюджетирование когда деньги приходят от корпорации от города от спонсора от любой другой структуры которая организует если мы говорим о городском событии и для меня прежде всего ивент да это корпоративный городской я много раз замечал Олег и друзья которые сегодня собрались что попадая на вот конференцию на обсуждение деловое тех кто делает так называемые билетные ивенты конференции семинары тренинги фестивали те же при определенном ну при определенном штрихе ссылки на то что это все-таки немножко не то чем я занимаюсь я все-таки сижу и понимаю что подходы принципы общие общие они работают те же самые если вот на этом месте так сказать попытаться разграничиться то как раз получается очень интересная история она заключается в том что я про себя уже эксаминал совершил для меня ивент это прежде всего корпоративный городской за который платят денежки есть смета она понятна и так далее я умею работать кстати там Морис Бек вопрос задавал я умею и несколько раз работал захотя без всяких гарантий исключительно модерируя и участвуя в дальнейшей прибыли от мероприятия даже вкладывался где-то деньгами ресурсами с расчетом на будущую прибыль без гарантии да мы умеем но естественно основное поле такое это про меня а вот если говорить про Полину то мы же слышали и мы понимаем App Event он о чем прежде всего это билетная история соответственно Полина здесь представляет тех кто делает так называемые билетные ивенты вот вам и весь спектр собрали сейчас здесь какого-нибудь еще топителя за онлайн но я где-то видел Павел Кудель если у нас был он есть ваш привет специалисты для меня это на первых местах в пророкировании и в генерации онлайн ивентов поэтому тут у нас такая вот молитва собралась разнообразная я думаю что в целом это классный повод сейчас нам написать участников давайте все писать туда в чат вообще возмущение что для вас ивент обозначьте это я думаю нам будет классно вот когда мы уже к блоку перейдем почитать возможно мы говорим об одном ивенте у вас какие-то другие более специфичные варианты прям классно на самом деле почитать очень классный вопрос Олег поднял что для каждого из нас вообще здесь ивент сидящих ну Олег как режиссер он грамотно срежиссировал мероприятие собственно некую кульминацию постарался задать Олег спасибо большое но мы переходим благодаря тебе вдохновенно к следующей рубрике сегодняшнего давайте идем дальше HR тренды их здесь немножко всего два давайте начнем с первого тренд на коллаборацию и партнерство я вот думаю что это относительно недавняя такая недавняя история или я возможно ошибаюсь Игорь я условно говоря моя личная история я начал топить за это очень сильно раньше но вот это вот топление привело к объединению на одной из ивент полочек конкретно среди тех людей которые провайдеров тимбилдинга в 2019 году мы объединились в некий союз и общими усилиями провели первый фестиваль тимбилдинга это был очень запоминающийся ивент события мероприятия когда в течение дня нас посетило две с половиной тысячи человек из 62 городов из девяти стран и с утра до вечера 19 провайдеров тимбилдинга выставляли свои предложения и программы причем это была интерактивная выставка интерактивный фестиваль где можно было поучаствовать в этих программах попробовать и так далее вы думаете легко и просто было собрать в одном месте 19 конкурентов это было несмотря на небо осознанность которая всегда восхищала меня в моих коллегах тимбилдерах это было не очень просто потому что все-таки некоторые говорили ну это стремная затея потому что я приведу своих клиентов посмотреть на себя а тут еще 18 конкурентов мои клиенты от меня уйдут то есть люди неохотно делились клиентами некоторые чтобы пришли и посмотрели как вообще выглядит рынок тимбилдинга некоторые говорили о чем же я понесу свои свежие идеи их же украдут и будут реализовывать кроме меня то есть все вот эти вот опасения и некоторые опасения от возможного объединения совершенно непонятны были бонусы они потом пришли и с цифрами я всегда это могу рассказать есть объем продаж посчитанный всех кто участвовал в фестивале тимбилдинга за восемнадцатый год за девятнадцатый год то есть мы понимаем что совокупно вот продажи вот этих вот восемнадцати участников выросли на восемнадцать процентов за год и тогда я еще начал говорить про вот эту вот метафору представьте что вы один испекли пирог и там он весь ваш а вот если нас девятнадцать мы испекли пирог в девятнадцать раз больше теперь ваш кусочек это геометрия ваша вот эта вот долька она больше чем тот пирожок который вы пекли один и поэтому иногда один плюс один равняется сто возвращаясь в памяти к пятилетней давности фестиваля тимбилдинга хочу сказать что прямо на фестивале возникла коллаборация двух провайдеров тембилдинга которые потом совместными силами сделали очень нашумевшую мега продаваемую программу и с этого фестиваля некоторые экспоненты ушли прямо с готовыми заказами один даже поехал в Венецию крест проводить вот прямо с фестиваля для этого надо было собраться все вместе преодолеть какие-то свои страхи и двигаться дальше так что коллаборации партнерства если раньше это были ну догадки каких-то одиночек то сейчас это прям по-моему ну вот прям прям тренд ну короче обязательно и давайте сразу второй тренд про аруны кандидатов а не работодателей здесь вот про то что сейчас не работодатель после собеседования говорит не нравится тебе иди дальше тут на одно место сто претендентов сейчас уже соискатель приходит и говорит что-то не нравится мне пойду я дальше поищу и это небольшое разочарование для работодателя потому что рынок кандидатов скухоживается ну и все HR говорят что сейчас как раз диктат не работодателей диктат кандидатов очень часто это запредельный диктат потому что активной профессиональной единицей стал человек поколения Z и человек поколения Z привык свою стоимость которая выражается в заработной плате определять не через то что он умеет и через свои компетенции а через то какая например цифра необходима ему для жизни и вот плюс есть же у многих перед глазами определенные референсы коллег друзей соучеников которые устроились в крупные ну скажем так IT компании и там вот определенный уровень заработных плат и все агентства компании все производственные единицы которые так сказать поменьше уровнем им уже приходится чем-то другим завлекать и совращать работодателей но про это есть очень много толковых статей толковых выступлений толковых вебинаров я у себя на канале периодически обращаюсь к теме HR потому что да там по этому поводу в последнее время еще выступает человек с моей фамилией сын Дмитрий уже 8 лет работает в HR сейчас HRD крупного рекламного агентства поэтому есть определенный опыт и практически я его цитирую когда он мне писал сейчас рынок кандидатов а не работодателей я вам коллеге из ивента скажу что ну вот сын в его компетенциях я не сомневаюсь потому что он мне тоже ну так сказать я использовал свой административный ресурс и определенное количество денег все по-честному было все по-честному за подбор и он мне находил двух специалистов на рынке в компании ну очень профессионально очень компетентно так вот я иногда даю его контакты коллегам по ивенту и после этого Дима Лютенко приходит ко мне жаловаться и плакаться на то что мы с вами друзья и коллеги по-прежнему живем чуть-чуть отставая от общих тенденций и думая что вот сегодня-завтра мы пойдем и легко найдем себе человека в штат и человека на определенную функцию ничего мы не найдем потому что все уже разбежались на фриланс и некоторые фрилансеры ну во-первых фрилансеры это уже неотъемлемая часть экономики события и в целом и вент-сферы и некоторые фрилансеры я знаю таких это уже мини-агентства с аффилированными дизайнером ведущим режиссером техдиром помощником фотографом видеооператором то есть некоторые фрилансеры не хотят чтобы их называли вент-агентствами да вот я сам по себе или я сама по себе но они еще платят ежемесячную зарплату не только ассистентам но и там скажем режиссеру или креативного продюсера будучи уверенными в каком-то обороте ну вот рынок кандидатов а не работодателей он диктует совершенно новые совершенно иные подходы к найму и к воспитанию сотрудников и рабочей силы и ну это отдельный вопрос сейчас мы просто констатируем что там все поменялось и надо пересматривать немножко свои подходы если кто-то быстро спросит а что же делать для себя я не могу учить говорить что делать исходя из этих трендов что же делать я просто вот рядом с собой сажаю четверых студентов и начинаю им передавать какие-то навыки профессии и самое главное определенные ДНК компании я понимаю я понимаю Полин и коллеги что дальше пойдет один может быть из остроившихся троих из одного вырастет мой конкурент но просто я не вижу другого выхода я должен набирать толковых студентов у которых горят глаза учить их тому что я знаю сам из четырех один останется я наберу потом еще четверых и только так мы преодолеем эту скалу может быть это так сказать путь поражения но потыкавшись помыкавшись и поискав готовых специалистов я понял что все нужные мне готовые специалисты как я уже сказал это сами по себе мини-агентства такие фрилансеры вот что вычарили один так сказать позитивный тренд и второй такой спорный да согласна мне кажется что в целом сейчас вот эта история про рынок кандидатов она даже актуальна не только в ивент а в целом везде абсолютно везде да то есть частично это связано с оттоком экспертов из страны частично с тем что да сейчас очень популярен фриланс и люди выбирают такой проектный да вид сотрудничества вид работы нежели постоянное рабочее место так что да я думаю что это просто есть и к этому нужно адаптироваться и попытаться запрыгнуть на волну и сделать так чтобы кандидаты заинтересовались вашим местом так ну давайте двигаться дальше давайте у нас уже есть несколько вопросов вот мы дошли как раз таки до первого блока с ответами на вопросы и в целом друзья очень хочется услышать ваше мнение может быть например вы скажете нам сейчас с Игорем что вообще-то вы не правы и сейчас нет никакого рынка кандидатов сейчас мы все так же можем там диктовать людям как они должны с нами работать и мы находим так себе сотрудников так что вот жду ваше мнение я Игорь ждем в чате ваше мнение ну а теперь давайте посмотрим какие у нас уже были вопросы вот очень классно рассказали про запуск NPC сразу после завершения официальной части мероприятия очень классно очень классный поэнт что отзывы актуальны вот как только прошло мероприятие вы собираете эти отзывы отзывы которые вы собираете через неделю это уже абсолютно не тот какой-то чужой отзыв чужое мнение не принадлежащее тому человеку который был у вас на мероприятии потому что эмоции уже не те впечатления смазались да согласна очень круто что вот коллеги работают да запускаем отзывы сразу так идем дальше по вопросам практикуются ли участие ивент-агентства в выручке от мероприятия а не в бюджете затрат такой вот вопрос да очень редко но я вот на него ответил что я там и моя команда с совершенно спокойно неоднократно участвовали в таком мало того сейчас вот летом обсуждая мою и моей компанией участие в подготовке фестиваля в городском фестивале крупного заметного знаменитого мы сказали мы в принципе мы вас консультируем показываем рассказываем обратились именно за таким опытом нам нам не нужен гонорар нам не надо ничего вы только нам не мешайте мы найдем где и на чем заработать вот такая история конечно да конечно да можно причем разбег если есть конкретная заинтересованность в таких агентствах можно их поискать можно так ну я в целом пробежалась по чату больше вопросов там пока нет я надеюсь что они там появятся к следующему блоку давайте идти дальше потому что у нас с вами тайминги часики тикают и мы переходим к достаточно такому большому но на мой взгляд самому вот трендовому блоку это что сегодня в моде и первый у нас тренд это иммерсивный концептуальный ивент мероприятия со смыслом и вот особенно вспомнила прямо сейчас было бы классно этот тренд раскрыть в формате ответа на вопрос одного из наших подписчиков нашего телеграм-канала новости ивент как эти мероприятия можно реализовать в регионах где зачастую к этому не так подготовлена аудитория да это не так распространено вот Игорь как думаете что скажете надо быть ну во-первых видеть к чему мы идем если мы говорим про регионы иммерсивные концептуальные ивент мероприятия со смыслом это очень сильно пересекается с нашим первым слайдом когда мы говорили о том что человек в центре всего что мы для него придумываем что касается да что касается регионов ну надо понимать к чему мы идем и хватит ли у нас сил не бросим ли мы на полпути свою затею и как прививать и как развивать вот такие сложные иммерсивные концептуальные ивент мероприятия в регионах когда вы прочитали вопрос Полина у меня просто в памяти ну на поверхности два так сказать кейса которые я могу рассказать первое на прошлых выходных я был в Тамбове давно собирался приехать туда посмотреть и хотел посмотреть конкретно именно вот на то событие которое совпало с моим визитом это городской фестиваль модерн городской фестиваль модерн ради интереса если кто-то там подписан на меня во вконтакте или мы дружим во вконтакте последние семь или восемь или больше публикаций они практически вот об этом фестивале фотографии посмотрите я приехал туда на фестиваль я конкретно оказался на рубеже девятнадцатого и двадцатого века я конкретно ощутил себя вот этим вот дачником который купил участок бывшего вишневого сада или отчасти самим Лопахином который купил вишневый сад и хочет порезать его на дачном участке потому что вокруг меня гуляли те самые друзья и родственники Броневской или офицеры или новые формирующиеся классы тех самых Лопахин я оказался вот конкретно по шкале времени отъехал назад и и просто два дня погулял в усадьбе в стиле модерна Левакекшила эмоции масса они просто распирают и я бы не сказал что вот Тамбов 300 тысяч населения это прям столица столица наверное не сразу потихонечку они шли к тому но вот пятый раз проходит фестиваль модерн я говорю что или в контакте посмотрите или просто откройте сайт фестиваля визуально посмотрите на это не с первого же фестиваля так получилось нет он начинался вообще там с ретро велопробега который заканчивался вот в этой усадьбе осеевых памятники русского модерна потом шире люди расширялись и так далее еще про один фестиваль скажу опять же посмотрите в телеграме очень подробный аккаунт ребят выкса фестиваль выкса фестиваль не все наверное сразу осознают где находится город выкса вот это уж не областной центр это нижегородская область причем бы с москвы доехать быстрее до выкса чем от нижнего новгорода что это где-то там через речку от мурома в общем там на границе с владимирской областью и собственно выкса знаменита тем что металлургический комбинат выксе расположен но этот металлургический комбинат стал активом группы ОМК и вот эта группа взялась не только за выкачивание денег с производством но и стала очень сильно вкладываться в социальные проекты и формировать ну некий новый образ горожанина выксе ребята выксе но выкса фестиваль вот организаторы рассказывали две недели вот суббота воскресенье и через неделю суббота воскресенье две недели они там повезли звезд ну прежде всего они повезли звезд современного искусства у нас там есть несколько польтов про современное искусство про визуальное наполнение ивента слушайте люди когда первый раз облагораживали городское пространство разными арт-объектами у них был такой арт-объект сложенный из бревна полежки в общем из деревян структур на утро все эти дровы разнесли нафиг по ближайшим олидальным дворам писали всякие надписи на арт-объектах три года прошло народ жители города уже сами с удовольствием принимают участие в строительстве и арт-объектов и интересуются что у нас новенького и принимают участие во всех инициативах которые организаторы фестиваля предлагают гражданам я что хочу сказать мы когда говорим у провинции что это там неприменимо вы пробовали две недели назад я летал в Бирск это в Башкирии тоже не все сразу вспомнят что это за Бирск город про который многие из вас вообще ничего не знают в прошлом году в ноябре на финале Russian Nant Awards это премия в области туристических событий был признан городом событийного туризма города где ну просто раньше кроме депрессии наверное не вызывал ничего внешний вид опять же руками горожан возрождается какая-то и администрация кстати я знаком с руководителем муниципального района очень много делает администрация прям очень много включается с засущными рукавами инициативы события меняют обык города я выксу почему пример привел потому что вот доклад организаторов фестиваля на разных туристических конференциях называется как события меняет облин города и горожанство в том числе просто ну надо начинать и делать потихонечку Бирск тоже не сразу начинал и делал потихонечку Мариинск вы тоже сейчас не вспомните где находится такой город он в Кемеровской области на Кузбассе три раза три года проходил фестиваль день сибирского купечества через это событие тоже город преобразился и слушайте до первого фестиваля годовая выручка Краеведческого музея была 200 тысяч рублей ну что там по 20-50 рублей билеты в прошлом году вот три года прошло Мариинск шумит благодаря фестивалю поехал турист туда в прошлом году выручка Краеведческого музея 12 миллионов рублей я вам не о том что муниципальный музей заработал на туристах я о том кто приезжал в Мариинск до фестиваля 4 года назад 200 тысяч объем продаж музея и кто ломанулся после того как событие начало менять облик города поверьте мне я там тоже был не фантастические деньги вкладываются в эти события вполне подъемные даже если среднестатистическое ведет агентство решит вложиться в это совершенно подъемные так что иммерсивный и концептуальный ивент мероприятия со смыслом кстати вот все что я перечислил там так или иначе эта концепция и даже элементы иммерсива но в Бирске река времени это вообще фестиваль реконструкторов ты там ходишь по военным лагерям начиная от древней Руси заканчивая великой отечественной войной так что ребята все можно все можно если получается говорим инверсивным и концептуальным ивентом в регионах да абсолютно и причем люди принимают и воспринимают в первый раз может быть у вас растащат эту скульптуру из дров на второй на третий раз уже сами пойдут устроить вот давайте дальше по модным трендам да давайте дальше я думаю что нам нужно прямо таки ускоряться ускоряемся камерность и сокращение количества участников рассказывайте Полина я думаю что это такой очень относительно не новый тренд но ощущение что сейчас это более актуально вот возможно наши слушатели меня поправят общалась с организаторами свадеб и вот например свадьба да то есть года 2-3 назад было принято ставить много круглых столов рассадка полная рассадка куча гостей друзей сейчас снова значит все сводится к одному столу да то есть настолько мало у нас гостей сводится к какой-то камерности но если говорить об ивентах билетных да то сейчас вот сужение количества участников это престижно да то есть это про престиж когда вас меньше ивент престижнее и это естественно и повышение ценника и больший шанс погрузить участников ивента в атмосферу потому что когда у вас толпа конечно сложно сделать что-то такое атмосферное да что зацепит каждого да про взаимодействовать с каждым поэтому сокращение количества участников и камерности тоже сейчас такой достаточно современный тренд но опять-таки можно это подвязать к тому о чем мы уже говорили да что человек в центре всего и когда вас немного каждый успевает побыть в центре и получить какие-то эмоции больше взаимодействия с ивентом так следующий тренд это спорт Игорь его включали вы я поскольку уже на эту тему и выступал и где-то писал сформулирую сейчас коротко во-первых вот в словах Полины прозвучала эта вот тяга к некой крафтовости ламповости да ну есть такое сокращается опять же квартирник мы сегодня упоминали да не форум не конференция а квартирник обратите обратите на это внимание и подумайте об этом на досуге а про спорт я вам вот что скажу начиная с 2022 года когда если вы вспомните ситуацию вся ивентская индустрия встала на стоп и все замысловато чесали репу и собственно говоря решали а что же можно что нельзя шаг влево шаг правый и так далее практически единственным единственным способом провести внутрикорпоративное мотивационное мероприятие был спорт условно когда там фестиваль концерт и так далее в 2022 году может прилететь ну а против спорта кто бросит камень и корпоративный фестиваль спорта семейный спортивный фестиваль и так далее и так подобное как раньше были юбилеи или дни рождения компаний как раньше были ну семейные дни или family day в компаниях так сейчас стали фестивали спорта и под эгидой спорта ну просто продвигается все то я одиннадцатого июня был главным студией на семейной спортивной эстафете папа мама московского городского общества динамо на водном стадионе вот в субботу готовлюсь практически то же самое там семейная спортивная эстафета для Росгвардия в Лужниках сейчас про спорт и особенно про семейный спорт кто еще не обращал на это внимание просто имейте ввиду спорт это колоссальные движения и колоссальные в том числе деньги президент говорил что стол для настольного тенниса чуть не в каждой квартире должен стоять вы с этим не шутите да спорт это жизнь давайте не тренинг нетворкинга между участниками я уже за вами читаю приглашаю вас к обсуждению есть у нас а вот внедрение нетворкинга между участниками как обязательно составляющей это просто без этого сейчас не то что ни одно не проходит но если ты не задумался мне кажется так если ты не придумал какой-то новый лайфхак ты не творческий какой-то человек и билдер мы с вами еще полина были же на солдауте да а там в общем-то работают мастера нетворкинга передайте привет наталье франке с сегодняшнего эфира так что мы с вами понимаем что там 40 элементов если не больше нетворкинга существует так что скажите свое мнение мне кажется что еще сейчас на это идет большой запрос в связи с большей доступностью онлайн нетворкинга да вот если опять-таки говорить о форуме солдаут мы же не просто туда там приехали в Питер все там два дня пообщались и потом разъехались так как будто бы мы никогда не виделись по итогу вот мы с вами проводим вебинар у нас сохранились чаты чаты спикеров которые до сих пор живут в которые до сих пор можно написать да получить какой-то отклик возможно какие-то партнерские истории да опять-таки пересечения классные тренд на внедрение нетворкинга между участниками и коллаборации партнерства тоже такой мэч получается так что да я думаю что это классный тренд и в том числе благодаря именно возможности продолжать онлайн даже после того как мероприятие подошло к концу Полина это вообще ключевое это ключевое в подходе одного из творцов солдаута и других конференций Натальи Франкин с Димой Румянцевым это все делает вот Наталья же огромный специалист по строительству сообществ ну вместе с Димой Румянцевым вокруг сообщества солдаут ну и вентология от А до Я там больше десятилетий человек было а сейчас наверное еще больше это наверное самое большое сообщество в ивенте и почему я говорю ключевой подход потому что Наталья же говорит ты не проведешь вот в таком смысле большой качественный ивент Олег привет мы тут медленно перешли уже от корпоративных городских ивентов к билетным ивентам конференциям фестивалям и форумам ты не проведешь конференцию форум фестиваль вот такую в классическом понимании билетное успешно если у тебя нет выстроенного взрослого сообщества и соответственно ивент это сообщество стимулирует выращивать еще больше и это такая вот синергия получается но сообщество то о чем Полина вы говорите да мы остаемся онлайн потом в чатах онлайн обсуждаем это просто да сейчас форум фестиваль общение 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 и грамотно направлять и подогревать это сообщество это тоже необходимо кстати один из трендов который наверное мы упустили обязательно строительство сообщества вокруг вашего события да обязательно мне кажется это как раз таки про ивент 365 на 12 вот эта история она тоже туда да 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 ну и про развитие технологий я предлагаю тем кто конструирует всякие вожухи платформы да я думаю что никто не будет спорить что сейчас особенно видно да когда у нас ивент технически подкован а когда это проседает потому что технически подкованный ивент это в целом более адаптированный на современного потребителя ивент тут конечно и опять таки да то есть факт того как я попаду на ваш ивент да то есть удобная покупка билета да что мне не нужно идти там оффлайн в какую-то кассу покупать кусочек бумаги идти с ним куда-то обратно и так далее внедрение LED-экранов вместо фотозона очень распространенная история у нас вот есть кейс наш клиент Дмитрий Милюшин у него своя студия с LED-экранами и сейчас на это прямо особый бум будет классно если в чате кто-нибудь расскажет был ли у него опыт работы с LED-экранами на мероприятии вообще популярно ли это по вашему мнению видели ли вы такое как вам ну вот на том же салдауте видела LED-экраны сейчас многие даже на частные какие-то ивенты арендуют LED-экраны потому что это простой способ создать классную фотозону погружения а еще а еще и встроить ИИ в ивент это вообще отдельная история да если там осуждено докатиться до совсем последних наших вылетов будет там будет про диктант визуального что сейчас как раз видеоносители и имеется в виду что LED-экраны это уже ну воспринимается не как контент а как одна всеобщая декорация если оказываешься внутри этого мира поэтому это есть хороший кейс да да однозначно еще плюс да тоже та технология которая мне кажется подтвердает историю нетворкинга историю вовлеченности это чат-боты да то есть сейчас у вас с участниками вашего ивента общаются не напрямую там люди волонтеры менеджеры а зачастую это делают чат-боты ориентируют по площадке да условно если это масштабное событие так что да развитие технологий однозначно лайк классный тренд который упрощает жизнь делает вас конкурентоспособными однозначно я думаю так что да это что касается развития технологий ну а теперь тема фиджитал тут я уступаю слово Игорю так мы написали про фиджитал и это во первых фиджитал связь физического и диджитального от этого и слово фиджитал возник то есть это диджитальный мир которым ты как физическое лицо управляешь или это смесь физического и диджитального ребята ну сейчас самое мощное проявление этого фиджитал все видели на играх будущего которые годом раньше назывались именно фиджитал игры и с этих фиджитал игр в 23 году широкое употребление термина фиджитал началось игры будущего как наш ответ вашей олимпиаде он нарождает повальную моду на конкретные запросы нам такие приходят вот мы хотим как на играх будущего что команда сначала порубилась в какую-то стрелялку в интернете а потом вышла на лазертаг арену и друг с другом порубились в лазертаг или чтобы сначала они значит в футбольном менеджере или в фифа 2020 в общем в любом футбольном симуляторе сразились две команды и тут же выходят на футбольное поле и играют друг с другом гонки здесь потом дроны проходят трассу физическую вот так были решены игры будущего и я и моя компания уже получали очень много запросов которые формулируются так хотим как на игры будущего то что фиджитал давным-давно проникает в нашу жизнь я-то еще на фиджитальной конференции четыре года назад рассказывал где собрались именно там так сказать фрики которые развивали эту тему которые пишут книги сценарии и так далее я как раз говорил как фиджитал используется в развлечениях ну а теперь конкретно к фиджитал активациям обращаются как к непременной части интерактивного решения мероприятия если кто-то не стал просто запоминайте фиджитал ссылайтесь на игры будущего и прославите прошаренным и всезнайкой ну что же у нас еще три тренда в этой категории я думаю что мы их тоже выведем сразу потому что это все у нас мы уже начали их обсуждать по сути да потому что вот мы уже сказали диктат визуального просто сейчас все вокруг должно быть красиво в том числе вот этот кейс след экранами который уже не носители контента а носители картинки в чем картинки причудливые и очень хорошо это отражает как раз видеоарт стремление модная тяга к аудиовизуальному искусству да это и мода на современное искусство и тяга вот к этому диктату визуального куда ехать с вдохновением в апреле я был в Нижнем Новгороде на фестивале интервалс дремлазер делает ну и приглашается всего мира видеохудожников НУР фестиваль в Казани в Перми ребята проводят свой фестиваль видеоарта просто куда-нибудь съездите окунитесь минуты и тогда вспомните мои слова о том что это совершенно новое ощущение новой эмоции когда вы стоите внутри этой видеоарт инсталляции еще музыка идет особые вибрации настрой и отчасти вот это а это же просто новый культурный код новая культурная реальность и вот это диктует тот подход человека который ищет мероприятия в событии в ивенте экспириенсы личного опыта откровения и поэтому мы говорим что ивент это целый мир новый мир мы должны построить вокруг человека и наконец ну под седьмым номером диктат визуального экстерьера мы живем в век всеобщей картинки да первое за что хватается человек когда приходит на мероприятие это смартфон камера смартфона и он либо плохое что-нибудь начинает с ториса заметил кривое косое либо то что его поразило вот естественно все мы хотим чтобы сарафан мероприятие шел на уровне поразительно восхитительно смотрибельно инстаграммабельно поскольку я не называю соцсеть напрямую а использую ее как наречие да то наверное так можно короче нужна картинка и все ваше событие должно быть насквозь вот таким вот фотогеничным я у меня расхожее выражение но кровь из глаз я вот восторгался уже сегодня говорил выставка россия как референс для выражения для поразительных эмоций когда ты заходишь в этот кирпичик павильона и там открываются собак где-то в глубине обязательно под деревом пристроился вот этот баннер из шелуха на чокере слепленный я то где это вот чтобы не обидеть любителей сфотографироваться именно в рамке это сегодняшняя картинка я прямо иду и смотрю где-то в глубине и я не могу понять зачем почему ну вот короче чтобы все вокруг было классненьким вот так сейчас хочет народ погнали дальше пока еще нас не выгнали из эфира да раз уж мы заговорили про развитие технологий я думаю что есть смысл еще раз да упомянуть о продаже билетов онлайн и для этого нужна классная удобная система так что есть повод еще раз рассказать об АПВент о сервисе по продаже билетов нашим во-первых это бесконтактная продажа которая актуальна сейчас как никогда на рынке помимо этого вот мы говорили вокруг человека вокруг человека это правда так да то есть потому что сейчас персонализация это тренд тоже и в ивенте и в маркетинге и в подходе к работе с клиентом так что иметь базу клиентов да с историей их покупок чтобы понимать с кем вы разговариваете с кем ведете диалог кто у вас сейчас покупает билет это классно важно и нужно у нас в нашей системе это есть помимо этого воронка продаж чтобы удобно вести клиента по системе да не потерять его и что еще немаловажно отсутствие клиентского сбора и легкий возврат средств легкий возврат какая-то больная тема прям когда смотрела отзывы на конкурентов это вот прям везде очень сильный негатив для билетного сервиса что сложно возвращать деньги и не возвращается комиссия у нас если что комиссии и нет и возврат совершить вашему клиенту конечному клиенту очень легко ну это собственно о развитии технологий которые нужно я клянусь первый свой ближайший билетный ивент только с вами очень хочется попробовать не правда Полина настолько красиво и убедительно что я прям хочу попробовать у меня часто такое бывает что ты зацепил и думаешь так я обязательно должен что-то придумать чтобы или вот этого человека туда позвать и сделать или вот этот сервис попробовать хорошо я все записываю на вебинаре будьте как лидер а все да в спешерах ну что давайте буквально подназываем наверное что у нас осталось это собственно категория общества ивент и первое это усиление госзаказчика у нас по времени мы совсем уже страдаем может быть сразу шарахнем слайд и пройдемся давайте согласно с вами вот они все шесть наших трендов последней категории ну вот это вот причем я еще в то время пока Полина отвечает умудряюсь там в чате отвечать на сообщения поэтому у нас с вами Полина такая мультиформатный ревент мы и там и там общаемся ребят ну про усиление государственного заказчика практически государственный заказчик это тот кто помог в 22 году и в 20 особенно многим выжить и сейчас очень сильно роль государственного заказчика не только как вот конкретно там городской праздник заказывает муниципалитет или например там оно развитие города оно или центр развития туризма но через гранты через грантовую поддержку очень много со стороны государства заходит и государство на так сказать высшем уровне и государство как ну просто вот средство держателя которое распределяет его дальше поэтому я частично вот уже про государственное спонсорство и гранты то есть и напрямую и посредством грантов но поскольку государство платит переходим к новому этикету да что это за новый этикет поскольку государство платит государство вправе спросить с организаторов мероприятий ну условно говоря там ставшая туризмом известная вечеринка а не слишком ли ты разделся государство вправе спросить до того а где деньги ну вот так сказать ты взял покажи теперь фотографии и так далее сейчас же уже объявили победители вот фонда культурных инициатив грантов там из всех 89 регионов свыше тысячи проектов победителей и я просто у меня знакомые являются победителями видел это письмо которое присылает команда Романа Карманова тем кто выиграл гранты особенно будьте внимательны теперь финансовой дисциплине будьте аккуратны сдержаны и так далее поэтому новый этикет смотрите это появление публичных и непубличных так называемых черных списков при организации и корпоративных событий исходя из политики компании и социальных принципов а в работе с государственным заказчиком ну они эти черные списки еще более ясные и актуальные причем мельком скажу что корпоративной среде как сказать черный список корпоративный не всегда равен черному списку государственному это оставляем на их совести мы просто с вами отмечаем тренды понимаете где-то нельзя упоминать одни персоны а где-то нежелательным является упоминание тех например кто слишком часто мельком по телевизору это про корпоративную следу социальная ответственность слушайте ну здесь во-первых это следование ESG повестки я уверен что все сталкивались иногда совершенно бездумно просто вот кетеринг мы должны к вам прийти проверить что вы там с отходами правильно поступаете или дайте и так далее очень часто это механическое исследование тем самым трендам которым можно по-разному относиться да планету надо спасать но в любой придуре не надо просто зашкаливать и переходить какие-то нормы разумных вещей здесь следование стандартной ESG повестки причем у нас же в нашем случае с упором на вот эту первую и про экологию мы же про сушевый гавернент мало-мало-мало говорим о экологии экологичность поэтому у нас запрос на экологичное мероприятие экологичное оборудование деревянные игрушки это я по своему опыту назовите эко инструментами или там эко-игры и спрос на них вырастет кратно не просто деревянные игровые столы а эко-столы больше их будут заказывать и еще один такой момент запрос на так называемые социальные корпоративные мероприятия я себе написал в субботнике в парках приютах для животных игровые программы отражающие принцип устойчивого развития я очень часто с этим сталкиваюсь если вы не сталкивались советую просто вам быть готовыми ну и и здесь же сюда можно отнести осознанный подход к тратам осознанный подход к тратам мы говорили с вами про сокращение смет да-да вот здесь осознанный подход к тратам это немножко не то потому что сейчас люди смотрят на строчку и там напрягаются баннеры из чего они будут да вот это вот ПВХ куда мы потом их денем нет давайте лучше напечатаем сто листовок и людям раздадим это тоже осознанный подход к тратам в конце концов повторю повторю за Павловым недостоином ректором ивента MBA создателем да который тоже читал лекцию про тренды в ивенте частично так сказать я через себя пропустив сейчас вам рассказывал о каких-то трендах но конкретную фразу за ним повторяю роскошь это молитон сказал Паша и это очевидно тренд развитие корпоративной культуры и корпоративного ивента и подход к проведению корпоративного ивента не для имиджа компании а для сотрудников и их эмоций вот вот эти два булета пятый и шестой я Полина вам отдам прокомментировать и логично мы потом с вами закруглимся да хорошо я пробежался что касается у нас корпоративного ивента его сейчас в целом наделяют большим смыслом по причине того что мы уже говорили да на рынке кадровый голод конечно я выберу эту компанию в которой ко мне как сотруднику относятся с уважением ко мне как части коллектива относятся с уважением продумывают для меня какие-то развлечения да мой досуг поэтому корпоративная культура сейчас растет и вместе с ней растет и запрос на корпоративный ивент и вот как раз таки например особенно актуально для IT-компаний да потому что сейчас бум на IT вообще в целом IT-компании устраивают ивенты которые немножко иначе относятся к ну скажем так к теме да то есть тема ивента выбирается немножко иначе сейчас отдают больше перспективу какому-то интерактиву нетворкингу нежели например просто пригласить какую-то крупную звезду вот например у меня знакомая работает в сплат и у них выступала лолита на корпоративе очень круто очень классно всем очень понравилось но даже после такого у сотрудников был запрос что мы мало пообщались нам не хватило мы хотели вот мы хотели общаться мы хотели знакомиться да потому что штат большой хочется на корпоративе провести время с теми с кем ты работаешь там бок о бок да каждый день а не слушать лолиту вот даже получается возвращаемся к нашему выносу про нетворкинг а мы к нему несколько раз с вами да смотрите это прям очень хороший пример вы привели прям да вот это новая этика нафиг звезд придумайте нам что-нибудь где мы можем пообщаться да что-то для нас про нас и из-за этого корпоративный ивент устраивается уже не для имиджа компании да как возможно в крупных компаниях было раньше да то есть красиво одеты красивое место красивая тематика сейчас это для сотрудников да поэтому темы корпоративов да если такая тематическая история это что-то более душевное что-то что больше откликнется у сотрудника да вызовет у него какую-то ностальгию или теплоту опять-таки запрос на ламповость вот то что мы уже обсуждали в целом все очень взаимосвязано получается вот так что это что касается у нас корпоративного ивента ну и что же я думаю что хоть мы и немножко вышли за тайминги да то есть это буквально вот пять минут но вебинар получился классным получился информативным как мы и обещали много кейсов много примеров и буквально да чтобы вы ничего не потеряли рекомендую подписаться на телеграм-канал новости апп-эвент там мы выложим запись вебинара и опубликуем чек-лист с основными тезисами чтобы вы не потеряли то что Игорь и я тут вам наговорили этот массив информации так что сканируйте QR-код ждите ссылочку от нашего модератора в чате на телеграм-канал вот Игорь хочу вам сказать огромное спасибо что поделились знаниями экспертностью прям очень классно с вами болтать хоть и полтора часа хоть и два часа вот спасибо Полина что пригласили спасибо вашей команде что вы стали для меня ну всегда приятно нарваться на что-то такое новенькое незнакомое до сих пор и где-то отчасти такое же нагленькое каким сам был всегда окно в новом для себя бизнесе прям здорово прям как там сердечко можно еще можно еще вот так можно вот так да-да-да-да вот так ну что большое спасибо всем кто вытерпел эти полтора часа с нами и разбегаемся по своим делам всегда счастливы вас видеть там в сообщениях я старался отвечать и даже вот дал ссылку на запись где 70 плюс ивент каналов может быть как раз я переработаю этот массив добавляются новые телеграм-каналы и дам вам Полина чтобы вы себя где-то опубликовали хорошо спасибо вам большое Игорь спасибо всем кто был с нами всего доброго до сих пор до сих пор до сих пор метки ламры и в Treasure